По этой тропинке ходят воины, которые находятся в старом терминале. Ты тропинку особо не снимай, давай-ка я тут за машинкой поставлю, пока ты крылья. Красиво! Вот здание старого терминала. Продолжение следует... Вот на вот этом месте он лежал, здесь его расчистили, вот следы, кстати немножко остались, совсем чуть-чуть. Просто лежал в 100 метрах от занятых ими позиции, откуда их выбивали при штурме. Унести, забрать, наверное, не было у них возможности или желания, поэтому просто сожгли, избавиться от следов. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Они там в нем прятались, в смысле Бетер прятались в терминале. Вот он терминал. Патра свободна, но... Работники Донецкого аэропорта. Эти люди хотели бы приходить в этот аэропорт, садиться в самолет и лететь куда-нибудь, а не воевать здесь с фашистами. Привет! Понятно, у меня людей глядят у нас на позиции сейчас. Выдянуть. Вот такие стишки пишут воины Украины на стенах терминала. Какие еще напишут, мы не знаем. Очень примечательно и интересно, что люди Ланы, Широкополе, Днепро, как бы ставят нам во врага. Хотят сказать, что нам этого не видать. Они, наверное, не понимают, что нам это и не нужно. Мы для них сепаратисты, сепары. Вот большое количество сухпая украинского еды, ставленное украинской армией для нас. Мы этим питаемся. Мы отбили у противника, теперь будем это есть. Вот наше снабжение из России. Вот наши поставки российской гуманитарки. Вот они, вот что мы едим. Вот мина, оставленная украинской армией. Вот она будет выстрелена в противника из миномета, оставленной украинской армией. Рассказываю, что мы едим, Аслан. Вот мины, оставленные украинской армией. Эти мины будут использованы против них же из миномета, который оставили они же нам. Вот оно оружие из России, которое стреляет по украинским солдатам. Их же оружие, их же мины. Вот эти мины с аэропорта, эти же мины летают в Донецк, в частный сектор, в дома, в детей, в женщин, в мирных жителей, в нас. Вот эти мины летали на твой Октябрьский. Потом полетят во врагах. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот смотрите, в подвале, где шкелились укроповские солдаты, знаменитые киборги, которые сбежали с терминала, нашли как трогательные письма, трогательные фотографии, рисунки от детей. Со всякими колечками, со всем, как украинские дети, желают победы украинским солдатам, победы над мирными жителями Донбасса. Ну, по-моему, цинично заставлять детей писать такую фигню, рисовать такую фигню. Добрый день, дорогие солдаты. Мені майже 13 років. Я розуміюсь, навколо подій на Сході. Я розуміюсь, що вам дуже важко вбивати жителів Донбасса. Ну, это я утрирую. Ну, что-то такое. Я щиро з усім серцем бажаю вам крепкого здоров'я, перемахти всіх сепаратистів. Слава Україні, героям слава. С повагою, з Днепропетровська Настя. Разве може русська девочка Настя от щирого серця, 1.09.14 года, желати смерти жителям Донбасса, шахтерам, детям, щоб вони погибли? Не пойму. Что-то, по-моему, как бы идет зомбировання детей, блин. Тут даже по-русски. Тоже з Днепропетровська. Познякова Анна. Русская девочка Познякова Анна, в восьмому класі учиться, з города Днепропетровська. Спасибо вам большое за то, що ви нам допомагаєте. Знаєте, ми вас любимо і ждем, ждем з надеждою. Вот еще. Ми дуже горді за вас. Вся Україна верить і надеється, що більше не буде смертей от російського оружія. Понимаєш? Вони думають, що вони воюють з російськими людьми. І от, смотри, любі воїни, мене звати Даша, мені 9 років і я бажаю вам швидкого одужання. І ще я хочу сказати вам велику дяку за те, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Опять всі жителі Днепропетровська. І таких вот, ну, почти одной рукой написаних. Вот, єдина країна. Найдені украінські флаги, які вони ввешували здесь, в нашому родному Донбасі. Сняли ми їх. Укрі. Побіда все равно буде за нами. Враг буде розбит. Ось вид на новий терминал аеропорта Донецьк, то, що от нього залишилось. В ньому знаходиться противник. Він занят. Таково положение дел пока. На этой стороне терминала висели флаги, ввешені украінськими войсками. Украінські флаги в Донецьке у нас збивали, вони попадали. Всье, український флаг нынче очень интересна штука. Для одних це символ отчизни і героїзма лживого. А для других це символ смерти, боли, гибели близких, унижений і страданий. Ось так живуть жителі Донбаса на сьогоднішній день. І роблять все, щоб це змінювалося. Ввешен флаг победителю, флаг Павруссі. Буде висеть. Донбаса на сьогоднішній день. Донбаса на сьогоднішній день. Донбаса на сьогоднішній день. Відходили противника по второму-третьому этажу сверху. Я считаю, що ніякої війні тайні в цьому немає. Противник був чуть-чуть розбит, уничтожен. І отступив ночі, при нулій видімости. Бросив БК, вещи, частично оружія. Отступив на новий терминал.